Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 50-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Владикавказ. Так называемая Владикавказская крепость основана близ села Цауджукау в 1784 году для охраны военно-грузинской дороги, проходившей через главный Кавказский хребет и связывавшей пред Кавказе с Тифлисом. В 1860 году крепость преобразована в город, через три года ставший центром Терской области. В 1875 году с окончанием строительства Владикавказской железной дороги город получил надежную связь с Ростовом-на-Дону, а через него и с Центральной Россией. В свою очередь это способствовало экономическому развитию Владикавказа. К концу XIX века здесь было 50 фабрик с годовым доходом 2 миллиона рублей. В 1921 году Владикавказ стал столицей Горской АССР, в 1924 году – центром Северо-Осетинской автономной области, преобразованной в 1936 году в автономную республику. Название города неоднократно менялось – с 1931 года Арджоникидзе, с 1944 года – Цауджукау, с 1954 года – Арджоникидзе, с 1990 года – Владикавказ. Первое переименование города связано с ролью Арджоникидзе в Красной Армии и установлении советской власти на Кавказе. Второе – с репрессивной политикой и точка-в-точкой Сталина по отношению к горским народам. Третье – с восстановлением прав этих народов и их реабилитацией. Четвертое – результат второй волны реакции на произвол 1940-х ГГ. И попытка восстановления исторической справедливости. Все эти переименования были по своей сути внешним проявлением политических процессов. В настоящее время Владикавказ – столица республики Северная Осетия, Алания. Между тем город неуклонно развивал экономику. Здесь появляются такие отрасли промышленности, как машиностроение и приборостроение, цветная металлургия и химия. Город быстро рос, 44 тысячи жителей к началу XIX века, 78, в 1926 году, 164, в 1959 году, 236, в 1950 году, 325, в 1992 году. Для обеспечения его жителей получило развитие и производство строительных материалов, легкая пищевая промытленность. Вместе с тем центральная часть Владикавказа сохранила многие черты XIX век, свойственные губернскому городу, что придает ему особые обаяния. Г. Долгое время Владикавказская крепость была важнейшим звеном в системе укрепления Кавказской линии, отсюда и название, впрочем, под ее стенами так и не произошло ни одного сражения. Но в 1942 году, Акис Севера, с противоположной стороны, пришел сюда враг фашистские войска, рвавшиеся к нефти Грозного и Баку. И у Владикавказской крепости он был остановлен. Владикавказ – университетский город, в нем несколько институтов и средних специальных учебных заведений. Город располагает театрами, филармонией, музеями. Особое место в истории города принадлежит выдающемуся осетинскому поэту и основоположнику национальной литературы, К.Л.Хитагурову, 1859-1906 годы ГГ. В 1939 году организован дом музей К.Л.Хитагурова, в 1955 году, установлен памятник. Расположенный по обеим берегам Терека, город окружен санаториями и туристическими базами. Здесь есть прекрасный дендрарий. А канатная дорога, проложенная от водной станции, поднимает гостя на гору Лысая. Герб города. Щит пересеченный. В верхнем лазуревом поле на фоне стилизованных черно-серебряных и зеленых гор золотые крепостные ворота между двух золотых же башен. В нижнем червленом поле золотой ключ в правую перевязь. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.